Гомельский державный университет имя Франциска Скарыны протягивает святковать свое 90-годие. Сегодня установлено видала шумат гоноровых гостей, представители УЛАДы, руководители и сотрудники разных предприятий и организаций не только Гомеля, но и из других регионов. Поспеховые выпускники ВНУ приехали повиншовать свою Альма-Матер с юбилеем. Об роли университета у их лёси расскажет Ганна Корольчук. Уклад университета и педагогов в формировании особи молодого человека складана переоценить. И говорка тут идёт не только об отримании информации, а и об деле в социальном и культурном жизни. Мы формируем свой круг взносинов, выбираем сферу для побудования карьеры. Педагоги мотивуют нас до саморазвития. Часом будущая профессия отразляется от специальности, написанной в дипломе. Однако сформированные в университете навыки, рис и характеру и знакомства застаются на всё житё. Поддяковать за это ГДУ и его педагогам в юбилейные дни мкнутся многие выпускники. Мне как выпускнику Гомельского государственного университета приятно поздравить ВУЗ с 90-летием. Потому что я считаю, что всё-таки наш университет это не только старейший центр науки, культуры и искусства. Это пример для всех тех, кто собирается поступить. Пример для тех, кто занимается наукой. Пример для тех, кто уходит на производство. Потому что наш университет даёт дорогу в жизнь многим выпускникам, которые становятся известны не только в Республике Беларусь, но и за её пределами. Всё, что я имею на сегодняшний день, это заслуга в том числе университета. И приятно отметить, что в своё 90-летие университет попадает в списки лучших университетов мира. И с приятными словами вспоминается преподавательский состав, который где-то, наверное, даже заменил отца в своё время и стал, скажем так, фундаментом и основой становления меня как мужчины. И всё это дало, по сути, мне успешный билет в жизнь. Студентские вспоминания, тёплые пожадания и памятные подарунки. На встречу с ректором приходят не только были студенты ГДУ, но и руководители ведущих предприятий региону. Это не дивно. Университет за 90-х годов стал сопрадной кузнью кадров для большинства из них. Это позволяет умоцовывать связи в НУ, развивать партнёрские отношения и створять новые проекты. Содружество студентов, выпускников Гомельского государственного университета имени Франциска Скорина отличается тем, что действительно они стараются нести через всю свою профессиональную карьеру вот это чувство гордости, чувство уверенности, потому что они здесь обрели не только квалификацию, получили образование, но обрели социальные связи, завоевали какой-то авторитет, престиж. Я думаю, вот это миссия любого учебного заведения – давать не только путёвку в жизнь через образование, но и через становление личности. Учился с 95-го по 2000-й год. Поступал ещё на историко-юридический факультет, а заканчивал уже юридический. То есть его потом разделили. Я ещё, учащийся в университете, пошёл работать в органы прокуратуры. Скажем так, диплом уже защищал, работая, будучи действующим работником органов прокуратуры. Мы на сегодняшний день поддерживаем очень тёплые отношения практически с всеми выпускниками, постоянно общаемся, разбросало по всей республике, в Минске много, кто работает, и в Гомеле, в правоохранительной системе, в судах, в нотариате, ну, практически во всех сферах, связанных с юриспруденцией. Урочистый сход не мог областись без узнагороджения. Профессорско-выкладчатский состав отзначены грамотами и подяками Министерства адукации, Гомельского областного и городского виконавчих комитетов. Гана Коральчук, Ихар Марыченко, Телерадо, компания Гомель.